На самом деле, шутки шутками, это, по-моему, у Бодрияра была фраза, он сказал, говорит, «Войну в Персидском заливе показывали?» — «Значит, ее не было». — Это Бодрияр. — Это Бодрияр чистой воды. То же самое. Если конец света не смогут нормально отснять, значит, он не состоится. А какой смысл? Какой смысл устраивать конец света, если это нельзя никак распиарить? Если это не материал, который потом нельзя снять. Так, теперь прямо. Понятное дело, что в целиком фильме никто смотреть не буду, поэтому здесь идет так. Значит, сначала идет из трех фильмов маленькая нарезка. Буквально минут получается 8-10 из каждого фильма сборка. Сборка структурных элементов, каким образом фильм строится. То есть, с одной стороны, все эффекты, которые созданы, компьютерные, а через эти эффекты, собственно, чем фильм цепляет и чем пугает. Плюс все опорные фразы, которые стоят. Первый фильм — это «Послезавтра». Люди сталкиваются с чем-то, что зависит совершенно не от них. У них выхода нет. Они не сами себя загоняют в определенную ситуацию, оказываются запертыми. В данном случае один из главных героев — они запертые библиотеки. То есть, они попадают в некое изолированное пространство, совершенно принципиально отлично от того, каким образом мыслим мир. То есть, мы мыслим всегда степень нашей свободы со степенью нашей открытости, доступности и еще чего-то. В данном случае для того, чтобы полностью перевернуть представление о мире, люди попадают в ситуацию, когда от них не зависит ничего, и они, наоборот, заперты в минимальном объеме. Ну, библиотеки — это дополнительный символический порядок. И фраза, на котором все построено — «Отец обещает сыну, выполняет обещание». Пафос. Не всякого сомнения. Но если эта тема в фильме гуляет, то, следовательно, это симптом того, что на текущий момент это не работает. Если это рекламируется, то, следовательно, это не работает. Вариант? Точнее, это было обещание отца-сына. Какое такое классическое обещание? Ну, а в чем речь идет? Что еще раз? Вы говорите, что… Обещание? Да. Какое главное обещание отца-сына? Ох. Вы знаете, много отцов, которые когда обещают, они делают. Но есть какое-то главное человеческое обещание отца-сына. Точно. А первое обещание дает Господь в раю. Это обещание заключается в следующем. Получишь по шее, если приступишь мое указание. Правильно? Это не относится к миру. Это относится к тому, чтобы было дом мира. А когда в мире сталкивается человек с Богом, то Бог требует выполнения определенных правил, а в ответ обещает защищать. Он обещает народу Израилеву, что он не будет, он не умрет. Вот это первое обещание отца-сыну. А потом оно начинает дублироваться и транслироваться через всю культуру и историю. Но если фильм строится на этом, значит проблема на текущий момент заключается в том, что такие обещания не даются и не выполняются. В определенном случае не нужно рекламировать то, что есть у всех. Правильно? Кто специалист по рекламе? Есть. А теперь вопрос очень простой. Самый простой вопрос. Книгу Путиня. Помните? Ну как? Первая книга Библии. Там первым делом, что Бог от чего отделяет? Ладно, свет от тьмы, потом воду отвергнет. Правильно? У нас вся катастрофа, есть и строго, приводит просто-напросто к началу творения. Строятся ковчеги, как после потопа. А перед этим происходит переорганизация воды и суши. То есть очертания материков меняются, но остается вода и суша. Остается свет и тьма. Точно так же часть людей погибает, часть людей остается. Ковчеги с животными, людьми и так далее опять выплывают в море. Тот же самый месяц. То есть повторяется вся библейская история. Вопрос, где конец света? Так я хочу сказать, что он уже был. Во-первых, где конец света? Ведь это фильм катастрофический, который приводит на самом деле к началу красивого и яркого. Дальше. В самом начале сказана фраза. Мир, который мы знаем, скоро перестанет существовать. Вопрос, какой мир мы знаем? И после этого показывается все достижения технической цивилизации, которые только могут быть. У нас есть авианосцы, корабли, железные дороги, высотные здания. Все кадры, связанные с катастрофой, это гибель городов. Вопрос, а с городами ничего не происходит? То есть мир, который мы знаем, говорится в начале фразы, после этого показывается только большие, только мегаполисы. Не показываются горы, реки, поля. То есть это в принципе к миру это не относится. То есть разговор идет о чем? О конце какого мира идет речь? Технократического, интеллектуального. Интеллектуального здесь не чертания. То есть на самом деле получается забавнейшая вещь. Мир, который мы знаем, он сразу же в самом начале, задан. После этого он усиливается видеорядом, но этот видеоряд это только технические вещи. Люди реализуют что-то посредством технических вещей. Правильно? То есть у нас весь мир вырезан только в одном образе технической цивилизации. Больше ничего не видно. У нас есть техническая цивилизация и к ней, как бутерброд, доложен пласт стандартной духовности. У нас собор Святого Петра, сотворение человека и между двумя перстами проходит трещина. То есть мы имеем школьный сюжет на уровне духовность плюс техника. Больше ничего у нас в природе не существует. Природа у нас остается на уровне стихийного бедствия. То есть нету какой-либо беды у человечества в голове, в душе. Это не важно. Есть стихийное бедствие. И после этого просто-напросто показывается, что те вещи, которые мы не мыслим как реальные, показываются как реальные. Например, вода не течет по рюсту. Для нас это очевидная истина. Нам показывают, что она течет. Порядок вещей от этого меняется? Никак не имеется. То есть весь тот же самый цикл творения, спасения, выживания, потопа, последующий... О, повторяется один в один. Я хочу спросить, где здесь конец света? То есть это гибель вот того вот технического устройства, которое существовало. Однако все, кто остаются, они остаются в компьютеризированных ковчегах. То есть... Ну цикл следующий. Тогда это вечное возвращение, не конец света. А что для человека обладает самой большой ценностью? То, что он теряет. Можем. Нет! Нет! Мне не показывают на экране, что обладает ценностью моя жизнь. Можем. Есть будущее. И будущее всегда прекрасно. Мне показывают то, что составляет ценность моего настоящего дня. Поезда, небоскребы, большие города, все блага цивилизации и так далее. То, что гибнет и разрушается, это именно то, что самое ценное будет. Ведь для того, чтобы вызвать у меня состояние как бы транса, да, мне нужно показать, как исчезает то, что представляет именно смысл и содержание моей жизни. Все. Мне же не показывают интеллектуальные уловки о том, как горит, предположим, библиотека Британского музея. То есть для меня, например, если цунами накроет Нью-Йорк, но останется в порядке библиотека Британского музея, ничего страшного. То есть это еще мир не погиб. Но мне показывают то, что должно быть для меня ценным. То есть это рекламный ролик. Мне рекламируют определенные совершенно вещи. И те вещи, которые у меня постоянно находятся в кадре, это те вещи, где меня прописали. Меня прописали в большом городе. С определенным транспортом, с определенной инфраструктурой, высотностью зданий, автомобилами. Метро, когда схему показывает, сразу мне йогло. Абсолютно верно. Человек узнает те вещи, которые и составляют его повседневную жизнь. Только. Фокус заключается в том, что пока не существует такой вещи, как конец света, я эти все повседневные вещи не ценю. Для меня метро – это метро. Я жалуюсь. Мне в метро холодно, в автобусе жарко, дома плохие, люди злые. А как только у меня маячит впереди конец света под названием «Ты это можешь все потерять», оно сразу начинает обладать, оно становится просто бесценным. Оно становится просто божественным даром. И таким образом меня изумительным образом включают в повседневную жизнь на правах радостного идиота. И это можно сделать только в том случае, если у меня маячит конец света. То есть только в том случае, когда я скоро это потеряю по своей воле. Нет. Кто-нибудь хоть в одном ролике развернулся и ушел из города? Нет. А почему? Если судить по этим фильмам, то вообще кроме городов на планете Земли ничего не существует. Мне же не показали Ниагарский водопад высокоающий, как положено. Почему? Наверное, это тоже было бы интересное зверище. Почему никто из города не ушел? Потому что не мыслится жизнь вне города. Анекдот в том, что если нужен волшебный пень, то тогда мы человека мыслим как совершенно реактивное существо, которое может только реагировать. Но человек в высоком смысле слова способен создавать. Нет. Человек тоже творит. И если ему нужно для того, чтобы изменить свою точку зрения только волшебной пенью извне, я прошу прощения, то все клиенты психотерапевты, они ничего сами с собой сделать не могут. Но человек может сам с собой сделать одну единственную опцию. Знаете, кем выходит? Ему нужно сделать катастрофу вот здесь. Если человек начинает мыслить нечто и приходит к каким-то другим выводам, то у него начинается катастрофа в том, что Гусар называет внутренним жизненным миром. Его внутренним. Я могу себе сделать катастрофу путем того, что я продумываю, что я есть или где я живу. Мне не нужен волшебный пенью извне. Ну, так рефлексия же тоже, чтобы до нее отойти. Это человек же такое существо, которое начинает двигаться только когда у него дискомфорт. А это человек в высоком смысле слова, когда дискомфорт и собака двигаться начинает. Человек это единственное существо, которое благодаря своему разуму может себе создать дискомфорт. Согласны? Вы видели когда-нибудь животное, которое создаёт себе дискомфортные условия? Это божественная слезь для человека выводить себя из состояния равновесия. То есть мыслить. Но здесь его выводит из состояния равновесия только внешний фактор. И поэтому человек оказывается невинным, как Ева. Он сам ничего не делает. Вот это счастье. То есть мне создаётся модель человека, который сам не должен ни в чем разбираться. Он не должен ничего создавать. Он не должен ставить критические вопросы. То есть он не должен ловить катастрофу, которая происходит с ними изнутри. А он должен просто реагировать на меняющиеся условия извне. А это не мыслящее существо. Это и доставили нарезка. Теперь смотрите, совершенно всё обратно. Люди, убегающие от огня, человек, навлекающий огонь на себя. Люди, убегающие от воды, люди, входящие в воду. Полностью инвертировано всё по ним. Вот тут катастрофа происходит во внутреннем мире. Миром является человек. И катастрофа, и конец происходит у него. И в отличие от всего остального, всё вокруг пустынно, людей нет. Если люди есть, они стоят. Они не бегут, не мечутся, не спасают. Они стоят неподвижно. Потому что когда человека, катастрофа в его мире, всё остальное – это фигуры. И с моей точки зрения, западную цивилизацию в большей степени олицетворяет не падающий святой Пётр и не статуя свободы. А сумасшедший, цитирующий Марка Аврелия, стоя на памятнике Марку Аврелию. Вот это интересно. Потому что Марк Аврелий – это одновременно и власть, и Римская империя, и философ. Человек, стоящий на нём. Он одновременно знает Марка Аврелия. Стоит на нём. То есть он потомок. Он опирается на плечи. Это известный идиома. И когда мне показывают, что конец света уже происходил много раз. Храм без крыши – это след конца того света, который назывался Средневековья. Это след конца того света, который назывался Римской империей. Это всё отсылает к какой-то совершенно бесконечной очереди знаний, культурных стилей и всего остального. И тогда я смотрю и понимаю, что человек в котором, в культурном, мыслящем человеке, который весь состоит из концов. Из концов Средневековья, из концов Марка Аврелия, из концов Рима, из концов цитат из Библии и так далее, и так далее. Конец света происходит в его мире, который сам по себе является вот этим вот бесконечно умножающимся концом в концов. И ничего в ней не происходит. И поэтому это всё снято в Италии, где, в общем, тысячу лет, две тысячи лет прошло, камни стоят на тех же местах, вода стоит спокойно, никого не убивает, ни за кем не гонится. Не существует никаких технических приспособлений. Когда мне показывают, что здания превращаются в руины, то здесь всё начинается с руин. Зданий нет, наоборот. Отправной пункт – это руина, это уже след, это уже закончившегося предыдущего. И вся перспектива меняется наизнанку, радикально. Человек не оказывается в заключении по состоянию, по внешней необходимости, а по собственному разумению запирает себя в доме. То есть заключает себя, исходя из собственного оценки, так сказать, окружающей среды. Не внешние стихии на него воздействуют, а он как раз ставит задачу, как можно изменить внешние стихии и так далее. То есть просто до фантастического зеркального. Понятно, что это нарезка, это немного, я просто специально вырезал куски, которые на фоне тех, они просто показывают просто панилиологик. Просто совершенно другое мышление. Просто вот это вот персональное и мыслящее, в противоположность вот этого вот коллективного и не знаю, что делать еще. Да, но мы же по большей степени не пытаемся сравнить голливудских режиссеров с Тарковским. О том, что... Ну, встанье, провалилась, как сказали мы сейчас, да? Провалилась портать. Я не знаю, в свое время, когда я ходил в Тарковского, если в кинотеатре оставалось пять-шесть человек к концу фильма, то, во-первых, мы смотрели друг на друга с видом близких родственников, а во-вторых, было понятно, что таки оно того стоит. Тема конца света точно так же здесь стоит. Есть еще один кусок жертвоприношения еще жестче. Это продолжение той же самой темы, только следующий фильм у Тарковского он его решает. И опять то же самое. Отец, сын, сумасшествие, вся западная культура, только туда еще включается театр и так далее. Я не знаю, может быть, это большой сном, но с точки зрения Тарковского вот такие вот концы света, они обладают смыслом. Потому что тут говорится, а там показывается. И вот то, что показывается, для меня являются социальные рекламы, а то, что делает Тарковский, для меня является вызовом нет. И мне при всем, так сказать, любви к нему, я думаю, не хватает даже знаний и интеллекта, для того, чтобы прочесть все знаковые системы, которые здесь задействованы. А раз так, то значит я в каком-то смысле тоже недостаточно продолжаю эту западную цивилизацию, потому что я не знаю итальянского, я не знаю в полной мере римской истории. Я только с третьего или четвертого раза сообразил, что он стоит на киномарке Аврелии и цитирую именно его. Вот в этом смысле, насколько каждый из нас является концом какой-то культурной традиции или наоборот ее зачинателем. Можно размножать, по-моему, смысл до бесконечности. То есть я же не лекцию читаю, я как-то вопрошаю в большей степени даже для себя. Просто что материал показательный. Ну вот, наверное, тут буду торгозить. С учетом времени и кисун.